В Москве заполночь с Рождеством, ну а в эфире ушедшие новости прошедшего дня, 6 января 2024 года. С вами Николай Пивненко и мы начинаем. В храме Христа Спасителя в Москве незадолго до полуночи началось главное пасхальное богослужение. Службу совершает патриарх Кирилл. Перед началом вокруг храма прошел крестный ход, во время которого представитель церкви возвестил воскресение Христовым. Перед началом трансляции патриарх обратился к телезрителям с поздравлениями, пожелав крепкой и сильной веры, которая позволяет менять мир к лучшему. Богослужения этой ночи проходят во всех православных приходах, которые только у московского патриархата насчитывается около 40 тысяч. Имопаство Русской Церкви составляет основную часть православного мира. Всего же православными себя считают около 250 миллионов жителей Земли. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что власти не были проинформированы об отключении электричества в котельной Подольска. По его словам, об инциденте в Московской области стало известно спустя сутки после жалоб граждан в социальных сетях. 4 января на северо-востоке города Климовск входит в состав городского округа Подольск. Без отопления остались жители 173 многоквартирных домов. В одном из подъездов лопнули батареи. На следующий день местные жители потребовали вернуть отопление и привлечь виновных к ответственности. Администрация Подольска ввела локальный режим чрезвычайной ситуации. По словам Евгения Хромушина, отопление вернули в 45 домов. С учетом сбоев в работе теплоснабжения он пообещал, что власти проведут перерасчеты оплаты коммунальных услуг, сообщает Интерфакс. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел 4 дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хиггс, передает телеканал NBC. О госпитализации Остина, которая случилась еще 1 января, военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего темнокожего министра с крупным телосложением не раскрывается. Пентагон сообщил только, что госпитализация связана с осложнениями после некой медицинской процедуры. На этой неделе в силу в России вступил закон, согласно которому бригады скорой помощи смогут оказывать пациентам помощь без процедуры их письменного согласия, если это необходимо для спасения жизни человека. Но этот факт обязательно следует занести в медкарту больного. По словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Перминовой, закон был подготовлен с учетом мнения врачебного сообщества и пациентских организаций. Возрожденная «Волга» сохранит фирменного оленя на капоте. Культовое имя получит автомодель зарубежного партнера. А кроме узнаваемого советского бренда «Волга» новинки достанется только фирменная эмблема со знакомым оленем. В остальном же обещан абсолютно современный облик. Об этом пишет Лента Рус, а ссылка на главу Минпромторга Дениса Мантерова. По его словам, в серию автомобиль должен вернуться уже в середине этого года. Ожидается, что сборку должны наладить в Нижнем Новгороде, на родине тех «Волг». Блогер, телеведущая актриса Анастасия Ивлеева сообщила в своем телеграм-канале, что проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге. Она добавила, что считает зимние каникулы отличной возможностью, чтобы перезагрузиться и набраться сил. Ранее в СМИ появилась информация, что вскоре после скандала, вызванного известной вечеринкой, ее организатор Анастасия Ивлеева уехала в Дубай. Ну а тем временем рэпера Васео Николай Васильев, одного из гостей колой вечеринки Анастасии Ивлеевой, повторно 6 января задержали после отбытия 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Лефортовский суд Москвы назначил ему еще 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Но в полиции пояснили, что исполнитель вышел ранее назначенного срока, а на звонки друзей не отвечает, поскольку его телефон разрядился. Источник коммерсанта, близкий к СКР, сообщил, что дело об экстремизме в отношении участника этой вечеринки Ивлеевой пока не возбуждено. Кассационный суд Рима посмертно снял с аргентинского футболиста Диего Марадона обвинение в уклонении от налогов. Это решение стало концом 30-летних преследований, которым подвергался футболист и отметил, что наследники господина Марадона могут требовать компенсации ущерба. Напомню, что расследование началось еще в 90-х годах. Футболиста тогда обвиняли в том, что он якобы использовал доверенные компании в Лихтенштейне с целью ухода от налогов при получении выплат от своего клуба Наполи с 1985 по 90-е годы. Ему было выдвинуто обвинение, а также ему обязали выплатить 37 миллионов евро и конфисковали некоторые личные вещи. Аргентинский футболист какое-то время даже не мог вернуться в Италию, где ему грозил арест. В 2013 году было принято решение прекратить судебное преследование футболиста, однако налоговая все равно отказывалась списывать задолженность. Напомню, что Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая и привела к отеку легких. Микки Маус предстанет в роли убийцы. Истекают авторские права Диснея, об этом пишет Wall Street Journal. С 1 января этого года популярный образ мышонка стал общественным достоянием. И даже уже опубликован трейлер охота, трейлер мартовского фильма ужасов «Мышеловка Микки». Главный герой устроил охоту на компанию друзей. По сюжету он гоняется с ножом в костюме знаменитого грызуна за ними. Микки Маус предстанет в роли убийцы. Истекают авторские права Диснея, об этом пишет Wall Street Journal. С 1 января этого года популярный образ мышонка стал общественным достоянием. Уже опубликован трейлер мартовского фильма ужасов, который называется «Мышеловка Микки». Главный герой устроил охоту на компанию друзей. По сюжету он гоняется за ними с ножом в костюме знаменитого грызуна. Микки Маус в новом образе также предстанет и в компьютерных играх. Например, в разных уровнях игроки столкнутся с вспышками паразитов, среди них расплодившиеся крысы. Источник заражения – естественно, кошмарный Микки Маус. Кровавая фигура диснеевского персонажа или экс-диснеевского персонажа появляется в анонсе. Авторские права на Микки Мауса должны были истечь еще в 1984-м, но по требованию Дисней законодатели неоднократно продлевали срок. Теперь, когда персонаж стал общественным достоянием, его образ можно использовать абсолютно бесплатно. Но современные изображения, а также товарный знак Микки Мауса по-прежнему принадлежат кинокомпании. Так что Маусов будет теперь много и разных. Ну и в завершение о погоде. Высота снежного покрова за минувшие сутки в Москве выросла почти на 8 см. Об этом сообщают синоптики. По их словам, в ближайшие пару дней снежных осадков уже вроде бы как не прогнозируется. Однако с 9 января они снова пойдут. К концу рабочей недели высота покрова может увеличиться до 25-30 см. Ну и холод то будет вновь появляться, то будет потихонечку отступать. Но рано или поздно все вернется в норму. Таким был день 6 января в человеческой истории. Таким был Сочельник. Еще раз поздравляю вас с Рождеством. Ну а какие будут новые дни, расскажет телеграм-канал Пиненко ТВ в одно слово и канал Вэй Ньюс. Всего вам доброго. До свидания.